Продолжаем тему «Еврейская свадьба». Мы говорили о кольце, так. Кто проводит церемонию, значит, то мы говорили. Тот, кто достаточно знает Тору для того, чтобы это провести, да? Значит, это может быть равен, но не обязательно. Я ещё раз говорю, священников у евреев нету. Ну, то есть, есть люди, которые считаются хогенами, но они не выполняют никакой функции священнической, так? Да, после разрушения храма. Поэтому любой достаточно компетентный человек может провести свадебную церемонию. Обычно это равен, может проводить друг или член семьи с разрешения равена. Но я ещё раз говорю, равен не обязательно считается. Просто человек, который должен хорошо разбираться в традициях. Теперь немножко поговорим о ктубе. Видите, ктуба, да, аф. А ещё т, вот это, читается как с, да, поэтому ксива. Слышали такое выражение, да? Ксива. Ктуба. Ктуба – это документ согласно еврейскому религиозному обычаю. В Израиле есть официальный документ «Теудат Несуин». «Теудат Несуин». «Теудат» означает что? Свидетельство. От «Эд» – свидетель. «Теудат» – это свидетельство, что? О браке. «Несуин» – «Несуй», помните? Это значит «женатый человек». Так, «Теудат Несуин» – это официальный документ. И все свадебные церемонии проводятся уже тогда, когда этот документ подписан. Если нет подписи документа, который удостоверяет, что они муж и жена согласно обычаям страны, то еврейские традиции, они не могут иметь силы. Вы понимаете. Они хороши, они еврейские, но мы живем в каких странах, да? Поэтому свадебные церемонии проводят только тогда, когда есть уже свидетельство о браке. Свидетельство о браке. А еврейский документ, регистрирующий свадьбу как еврейские религиозные обычаи, называется «Ктуба». Да. Это, еврейские говорят, брачный контракт. Он оговаривает условия брака. «Ктуба» уходит корнями с Санхедрина, Синедриона, Верховного Суда в Иерусалиме. Подписание «Ктубы» предваряло оценную церемонию и проводится в присутствии четырех свидетелей и проводящего службу. Минимум два, да? Ну, обычно два со стороны жениха и два со стороны невесты, да? И плюс тот, кто руководит. Одним из пунктов «Ктубы» является согласие мужчины дать развод женщине, если пара расходится. Он подтверждает, что не будет оспаривать ГЭТ. Обычно ГЭТ – это развод, да, разводное письмо, ГЭТ, еще говорят, дается мужчиной. Но может женщина потребовать ГЭТ? Есть, может, да. Мы говорили. В таком случае, да, мужчину, если это обосновано, могут заставить. Но для того, чтобы он не, как говорится, упирался, он пишет, что обязуется, если требует этого жена, значит, выдать ей ГЭТ. Это важно для тех еврейских женщин, чьи мужчины отказываются дать им ГЭТ. Потому что без этого они могут повторно выйти замуж. Причины мы будем говорить, когда мы будем изучать проблему развода. Чуть попозже. Просто я говорю, что обычно говорится, такой-то, такой-то, в такой-то день, да, дал обещание этой женщине, что она будет его женой, и что он будет за ней, как говорится, давать ей все необходимое для жизни, для содержания. И в знак залога он выдал какую-то такую часть имущества, которое ей принадлежит, да, и в случае развода он обязуется дать ей разводное письмо, и выделить, допустим, такую-то часть своего состояния. То есть, опять-таки, это не то, что получается, что, я говорю, а где же тогда завет? Дело в том, что в основном люди какие? Жестокосердные. Люди нерожденные свыше. Вы сами понимаете, да? Поэтому лучше, если все эти экономические вопросы будут заранее оговорены, чем назначать судебное следствие, которое может тянуться годами, как вы знаете, и затруднять развод. Когда мужчина любит женщину, он не будет давать ей развод. Но все бывает. Все бывает. И никто никогда точно не гарантирован, вы знаете, не верь себе до самого дня своей смерти, да? Хорошо. Значит, суть содержания Ктубы направлена на то, чтобы обеспечить и укрепить положение женщины в доме. Ее мужа, ее особые права, превосходящие права мужа, для того, чтобы возможность развода не была слишком легкой в его глазах. В те времена, когда у евреев была учреждена Ктуба, весь мир был погружен во мрак. И в глазах всех народов женщина была собственностью мужчины. Единственное предназначение ее было услужить ему. Даже в мусульманских странах, вы знаете, достаточно три раза сказать, я с тобой развожусь, да, или ты мне не жена, а глава исламской, египетской церкви, как у них там это называется, да, так он даже написал, что он может послать смс-ку три раза. И это достаточно для развода. То у евреев это не так, да. Кроме того, что сказать ей, что я с тобой развожусь, или дать ей ед, он должен, обязан, выделить какую-то определенную часть своего состояния. Потому что они жили вместе, да, и он обезудится. И это затрагивает также и положение мужчины, чтобы он не разводился по любому поводу. Хорошо. Ну, вы знаете, что сейчас многие еврейские вещи, они не соблюдаются. А в Израиле есть такое правило, это трактат Евамот 62. Мужчина обязан посчитать свою жену больше, чем самого себя. Да? Ну, вот примерный текст Тувы. Такого-то дня недели, такого-то числа, такого-то месяца, вот такое-то год от сотворения мира, согласно ли это исчислению принятого здесь в таком-то городе, значит, указывается от сотворения мира, и согласно ли это исчислению, ну, допустим, христиан, свое исчисление, мусульман, свое исчисление, принятого в таком-то городе, свидетельствуем, что такой-то, сын такого-то, сказал девице такой-то, дочери такого-то, будь мне женой согласно вере и закону Моше и Израиля, а я буду работать, чтобы зарабатывать на нужды дома, почитать тебя и дам тебе пропитание и всяческую поддержку по обычаю мужей израильских, работающих и почитающих жен своих и дающих им пропитание и всяческую поддержку по правде. И я даю тебе дар, столько-то серебряных монет, или то, что там перечисляется, Мерседес, Волга, 20 баранов, холодильник, как вы знаете, да, и так далее. Значит, перечисляется то, что он ей дает. И даю тебе дар, столько-то, и пропитание твое, и одежду, и все необходимое тебе. И войду к тебе, как ведется в мире. Войду к тебе, значит, буду заниматься своим сексом. Секс является одним из правил. Мужчина не то, что там хочет, не хочет заниматься сексом, он обязан. Заниматься сексом с женой. Это входит в брачный договор. И войду к тебе, как ведется в мире. И эта девица такая-то согласилась стать его женой. И вот преданная, которая она принесла ему с собой из дома отца своего, опять-таки, перечисляется. И соизволил жених такой-то, добавить ей за это треть выпущего упомянутого дара в сумме столько-то, столько-то и столько-то. И сказал жених какой-то ответственность за эту ктубу и за прибавку к ктубе, и за преданной, и так далее, и так далее. Я принял на себя и на моих наследников после меня. То есть, если умирает муж, да, говорят там, допустим, может быть, эти дети не этой женщины, допустим, а другой женщины, и они эту женщину выбрасывают. Значит, то правило, и все это описано в ктубе, распространяется и на наследников. Если муж умирает, выплатить из всего лучшего и красивого, что есть в моем имуществе, а также из всего того, что я приобрел под небесами, из всего, что приведу в будущем, как недвижимого, так и движимого имущества. И все это будет залогом и поручительством выплаты этой ктубы и прибавки к этой ктубе, и так далее. Ответственность за эту ктубу и прибавку к этой ктубе принял такой-то жених со всей строгостью подобных документов, как заведено относительно дочерей Израиля, и выполнено согласно постановлению мудрецов наших благословенной памяти, не как ас-махта и не как бланк документа. Ас-махта – это не вполне искреннее обязательство. То есть так кукиш в кармане держит, да, или чертика сзади показывает и обещает. Так нельзя обещать. Ас-махта – это нечестное обещание. Человек, когда дает обещание, он обязан ее выполнить. И не как бланк документа. То есть это может быть текстовый как бланк, как учебное пособие. Здесь говорится, что это не бланк. И мы приняли киньян. Киньян – это процедура, которая по закону Торы придает юридическую силу законченному союзу. То есть, ну как у нас есть юристы, которые заверяют документы, да, и все эти юридические формы, они откуда берут начало? От израильских контрактов, правда? Все современные формы документов похожи на то, что делали когда-то в Израиле. От такого-то жениха для госпожи такой-то невесты, согласно тому, что написано перечислено выше, вещью пригодны для совершения киньяна. И все это твердо и непоколебимо. Дальше следует церемония, которая называется Бедекен. Жених покрывает лицо невесты покрывалом. Это символизирует намерение жениха защищать свою жену. Это уходит корнями в библейские времена, когда Ребекка покрыла свое лицо перед тем, как выйти замуж за Исаака, сына Авраама. Если невеста приходит с покрывалом, то что? Он должен это покрывало поднять, так как сделал наш Яков. То есть, не сделал, а должен был сделать наш праотец Яков, да? Хорошо. Правила о том, должна ли звучать музыка во время церемонии или нет, не существует. Существуют разные свадебные марши, кроме свадебного марша Вагнера. Евреи его не играют по известным причинам. Также нет строгих правил относительно того, кто ведет невесту под хупу, но традиционно делает отец жениха или делает оба родителя. Невеста появляется в последней и, доходя до хупы, обходит жениха несколько раз. Количество кругов может быть разным. Есть невесты, которые обходят вокруг жениха лишь один раз, а ортодоксальные невесты до семи раз, да? Потому что семь – это считается полнота, да? Семь чаш вина в свадебном пиле, семь благословений во время церемонии и так далее. Итак, порядок проведения церемонии. Значит, церемония проводится под хупой. Составной частью церемонии бракосочетания является обязательно присутствие двух свидетелей, соблюдающих законы Торы, то есть евреи, старше 13 лет, не находящихся в родстве ни между собой, ни с женихом и невестой. То есть свидетели не должны находиться в родстве между собой, и с женихом, и невестой. Ну, это не обязательно, но желательно, потому что люди-родственники, они что могут? Сговориться, да? Интересно, что вот такие вещи, которые заранее предусматривают развод, существуют в некоторых странах. Ну, вот, например, вы знаете, в протестантских странах развод не рекомендуется, да? И только в случае прелюбодеяния можно дать развод. Но также еще в том случае, если был брак по принуждению родителей. И, например, в ветеранских странах, когда невеста выходит, то мать дает ей пощечину. Для того, чтобы в случае чего она могла подтвердить, что происходило это как бы по принуждению невеста. Что просто происходило по принуждению. Но для евреев это не обязательно, если есть ктуба. Правда? Хорошо. Итак, вначале идет благословение над вином. Берется благословляющий, тот, кто проводит церемонии, берет в руку бокал вина и читает благословение. Ну, кто знает благословение на вино? Так. То есть благословен ты, Господь, Бог наш, царь вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. Так. Затем, говорит, благословен ты, Господь, Бог наш, царь вселенной, осветивший нас своими заповедями и далши нам заповеди о запрещенных браках, запретивший нам невест и разрешивший наших жен после обряда хупа и кедушин. Благословен ты, Господь, освящающий народ, свой Израиль обрядами хупа и кедушин. Кедушин, мы говорили, от слова кадош, святой или отделенный, посвященный. И жених надевает кольцо на палец невесты и таким образом ее приобретает к себе в жены. При этом, говорится, «Гарей атмы кудешет ли бетапаат зо кадат Маше в Израиль». Вот ты посвящаешься мне этим кольцом согласно вере и закону Маше и Израиля. И дальше говорится следующее. «Согласно вере и закону Маше и Израиля, полученному из уст самого Всевышнего, исключенную его печатью, согласно вере и закону Маше и Израиля, которая освящает вечной святостью всех, кто ходит в их союз. И я, жених, освящаю тебя, мою невесту, и ты посвящаешься мне истинно и навечно». Видите, жених не говорит «ты замужем за мной», не говорит «ты приобретена мною», не говорит «ты связана мною», но только посвящающийся. И с этого момента она является посвященной. То есть недоступна для любых мужчин и доступна только для него. И так же и муж становится недоступным для других женщин и доступны только для нее. Хорошо. И это Эйрусин, обручение. И дальше говорится о семи условиях. Это пророк Гошия и Осия 2, дробь 21-22. Семь условий, заголовок делаем, да? Семь условий посвящения или обручения. Семь условий посвящения обручения. «И я обручусь с тобой навеки. И я обручусь с тобой по правде, по закону, по жалости, по милосердию. И я обручусь с тобой верой, и ты познаешь Бога. Я обручусь с тобой навеки. Я обручусь с тобой по правде и по закону, по жалости и милосердию. «И обручусь я с тобой верой, и познаешь Бога». Итак, первое слово «навеки». То есть, жених, обручаясь со своей невестой, не помышляет о возможности в будущем развестись с ней. Гошия 2,3-21-22. Может быть, у вас немножко другой перевод, да? Я по-еврейскому переводу. Нету? Ну, посмотрите. Костя, нашли? Значит, поищите, может быть, рядом где-то адумерация. Хорошо. Я обручусь с тобой «навеки». «Навеки» — это значит, что он не помышляет о возможности в будущем развестись с ней. По правде. Нашли это место? Хорошо. По правде. Это значит, что он не намеревается в будущем возводить на неё поклёб и клевету и выставлять из своего дома. А также не будет слушать всякие вещи, которые не соответствуют правде. Так. Третье. По закону. То есть, он обязуется поступать с ней согласно закону, даже если она согрешит против него. По жалости. Он берёт на себя обещание обходиться с ней не как суровый судья, но мягко и снисходительно. Милосердно. Что значит? Он не будет дожидаться, что жена попросит у него то, что ей необходимо, но раньше, чем она вымолвит свою просьбу, обеспечит её всем, что ей требуется. Значит, ей не надо выпрашивать у него. Милый, мне там нужно шубу, мне там нужны туфли. Да? Он заранее, до того, как она попросит, должен её всем этим обеспечить. Да. И верой, это значит, не будет высказывать своей жене нежность и ласку в тайне, думая о другой, но будет честным и искренним. И последнее, седьмое правило, это что? И ты познаешь Бога. И ты познаешь Бога. И седьмое, и ты познаешь Бога. Видите? Даже во время бракосочетания, видите, какой результат того, что? Да, познать Бога. То есть, мужчина тоже ищет Бога, да, и женщина ищет Бога, и они вместе ищут Бога. Вот. Но сессийный не требует от того, чтобы муж только искал Бога. Без жены. Хорошо. Затем зачитывают к тубу, доливают бокал и произносят всем благословений. Помните бокал вина, который пьётся? Он вначале выпивается, как бокал освящения, а потом идут семь свадебных благословений. И после каждого благословения отвечает Амэн. Первое благословение читается над вином, потому что без вина нет веселья. Второе – на сотворение мира, потому что в эту минуту для новобрачных новый мир создаётся, Вселенная обновляется. Третье – на создание человека, как будто он создан сейчас, сию минуту. Четвёртое благословение – на супружескую пару, которую Всевышний соединяет в одно целое. Пятое благословение – на Сион и Иерусалим, который Всевышний даст будущее, утешение и радость. Поэтому мы обязаны смотреть на Иерусалим, как на главу всякой святости нашей. Шестое – благодарность за то веселье, которое Всевышний дарит жениху. И седьмое благословение – благодарность Всевышнему за то, что Он дал нам от раду в нашем земном бытие, подарил нам радость и веселье жениха и невесты, любовь и братство, и мир, и дружбу. Семь благословений. Первое благословение. Барухата дана и лагейна, мэля галям, барэ при аэфэ. То есть, один раз мы благословили, но теперь еще раз благословляем. Почему мы благословляем, получается, дважды? Потому что мы говорили хидушин и эйрусин, и две этих, как сказать, традиции, два отдельных вещи мы делаем в одном. Поэтому мы опять начинаем с благословения. Так, первое, над виноградной лозой. Второе. Барухата дана и лагейна, мэля галям, шагаколь, барэ лих водо. Потому что за творение мира. Что Ты, Господь, все сотворил по славу Свою. Почему? Потому что для новобрачных, как будто мир творится заново. Третье, это благословение на сотворение человека. Потому что только сейчас творится новый человек. До этого это были две половинки, да? А сейчас это Адам. Поэтому барухата, аданай элгейна, мэля галям, барэ яцэр, га адам. Помните? Адам был, я царь вылеплен. Гарэ яцэр, га адам. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, создавший человека. Следующее. Благословен Ты, Господь, четвертое благословение. Бог наш, Царь Вселенной, Который создал человека по образу своему, по образу и подобию своему, устроил Ты его и построил для него из его плоти здание вечное. Благословен Ты, Господь, создавший человека. Здесь еще раз мы подчеркиваем, что в этом новом человеке, который создан, в этом новом Адаме, что есть образ и подобие Божие, да? И поэтому мы благословляем. И здесь говорится о здании, да, и построил для него из его плоти здание вечное. Когда мы говорим плоть из плоти, здание вечное. Но ведь плоть временная. А почему же здание вечное? Да, здесь говорится о воскресении, да? И что мы воскресим, и будем все в плоти. То есть, есть люди, которые говорят, что духовное, оно настолько совершенное, а плотское, это все плохое, понимаете? Когда говорят о плоти, как о некой вещи, мешающей нашему духовному развитию, это так. Но здесь не говорится о физическом теле. Полностью полноценный человек, когда создается физическое тело. И физическое тело какое у нас будет? Совершенное, да? Да, здесь уже в этом же благословении говорится, о возможности воскрешения. Хорошо. Следующее благословение, это благословение о Иерусалиме. Пусть возвеседится и возникнет бездетное, то есть Иерусалим, когда соберутся там радости сыновья ее. Благословен ты Господь, дарующий Сиону сыновьям ее. Дарующий Сион сыновьям его. То есть здесь говорится благословение о Сионе и Иерусалиме. Следующее благословение, это радость. Сейчас. Да вы меня простужаете, 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 простужаете. Ладно. Самеек ты, самеек, риим, ахувим, дай же радость нежно любящим. Да, дай же радость нежно любящим, как радовал ты в древности в райском саду сотворенного тобой. Благословен ты Господь, радующий жениха и невесту. Итак, шестое благословение, благословение радости. И последнее благословение, мы даже, это мы поем иногда, да? Благословен ты Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший веселье и радость, жениха и невесту, ликование и пение, торжество и блаженство, любовь, братство, мир и дружбу. Господь Бог наш, да зазвучат скорую в городах Иуды и на улицах Иерусалима голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты. Помните? Это у нас в Курску Парбурге. Да, да. Вот, Ишама Беярея Гуда, Увах Худсот Иерусалим, да, Коль Сосом, Коль Симха, Коль Хатан, Веколь Калам. Да. И песни пирующих юношей, благословен ты Господь, радующий жениха с невестой. И жених и невеста пьют вино из этого бокала, после того, как вино выпито, что делает жених? Разбивает бокал. Ну, обычно заворачивают салфетку, чтобы не разлетались осколки, потому что осколки собирать, конечно, трудно. И говорят, что он разбивает в знак скорби по разрушенному храму, а еще, значит, то, что из этого бокала, да, больше никто не будет пить. Всего лико у вас будет на тесте. Ну, здесь еще есть шутка. Говорят, что это последний раз, когда жених может топнуть на вы. Ну, это неправильный ответ, это шутка. Хорошо. Значит, после этого новобрачный проводит какое-то время наедине друг с другом, в особой комнате, и потом приходит и приветствует гостей. Ну, дальше идет свадебная вечеринка, угощение, и есть различные очень интересные такие особенности свадьбы в разных народах. И мы видим, что здесь супружество, бракосочетание, это существует как бы сотворение, да, сотворение. Как Всевышний привел Адама и Хаву под свадебные балдахины и поручил их радости, веселья, и ангел приказал, придите, будем веселить жениха и невесту, говорит Медраж. Ангелы танцевали перед молодоженами, играли, пели, дарили подарки из всего драгоценного, что есть в мире. А Всевышний сам прочитал свадебные благословения. И свадебные обычаи напоминают также нам о даровании Торы. Итак, традиции свадьбы, о чем напоминают нам? Даровании Торы. Первое, о сотворении, мы говорили, мира, да, о сотворении Адама. И тут тоже создается Адам, один человек из двух половин. И второе, о даровании Торы. Потому что Всевышний, когда даровал Тору, вот тоже хупа была своеобразная. И стали они под горою. Написано, стали они под горою. Не возле горы, а под горою. Поэтому некоторые евреи говорят, что Бог поднял гору и опрокинул ее над евреями. И держал. И если бы они не поклялись, да, так что бы он сделал? Гора вырухнула на голову. Но это мидраж, конечно. Хорошо. И еще положено семь дней пира. Семь дней пира. Ну, сейчас обычно это делается меньше. Хорошо. Так. Теперь у нас будет еще один вопрос. Очень важный, да, секс. Секс. Что об этом говорит Библия? Я буду говорить с точки зрения медицинской, я буду употреблять термины определенные. И я вам буду говорить некоторые вещи откровенные и для того, чтобы вы могли других этому научить. Так. Если кто-то стесняется и если кто-то что-то плохо подумает, то пусть Бог закроет его уста. Амин. И уши. Да. Хорошо. Итак, видите, христианская традиция, она говорит так, что секс это что? Плохо, да? Что секс это грех, секс придумал сатана. Уже когда Адам и Ева были израиль. Вообще мы не знаем, занимались ли Адам и Ева сексом. Но если занимались, они были муж и жена, это был хороший секс. Мы не знаем, когда был зачат первый сын Адама и Евы. Тоже существуют многие разные мнения по этому поводу. Но я все-таки думаю, что поскольку у Каина была греховная натура, то скорее всего он зачат был после того, как Адам и Еву совершили. Опять-таки неизвестно, когда это произошло. Может быть, это произошло на второй день после субботы в воскресенье. Адам и Еву выгнали из рая. А может, через 130 лет. Потому что, помните, родился Каин, когда было 130 лет Адаму? Я не знаю. Но, во всяком случае, в сексе ничего плохого нет. Дьявол просто хочет из самого лучшего что сделать? Да. Опошлить. Опошлить любым способом. Потом те слова, которые говорят о святости, например, слова «голубой» раньше означало «святой», «чистый», «непорочный», а сейчас имеет совершенно противоположный смысл. И так далее. Еще говорят, что дьявол это обезьяна Бога. Да? Это сказал почетный член Русской Академии Наук товарищ Вольтер. Его Екатерина Вторая сделала почетным членом Русской Академии Наук. Я Вольтера не сильно уважаю, но это хорошее и правильное определение, что дьявол это обезьяна Бога. Правда? И многие такие вещи, которые делаются в церкви и кажутся вроде похожими на Божие, могут там кто примешиваться? Дьявол. И в то же время мир он пытается все Божье опошлить. То есть мужская дружба например между Давидом и Аннатаном и полюбил Давид и Аннатана и сказал, что мне твоя любовь больше, чем любви женской. Как вы думаете, говорит ли это о сексуальной любви? Нет, это совершенно говорит о другой. Просто наши особенности нашего языка они не позволяют нам раскрыть правильно. И поэтому говорят любовь и так далее. Ну в русском языке есть два таких термина для того, чтобы любить. Один нормальный, другой матерный. Вот. И два термина для половых органов естественно. Хотя половые органы как вы думаете, они были созданы совершенно? Согласны? И мужские, и женские половые органы они созданы Богом совершенными. Но люди опять это опашивают. И так далее. Да. То есть вы сами понимаете, что Бог сотворил все совершенно. И Господь сделал целую песню. Вдохновил написать песню песен, да? Да, лапзает, то есть целует у меня лапзанием уст своих. Ибо ласки твои лучше вина. Заклиная вас, дочери сариской, если встретите возлюбленного его, что скажете вы ему, что я изнимаю от любви. Уста его сладость и весь он любезность. Как говорит жених, как ты прекрасна, как привлекательна возлюбленная твоей миловидностью. и так далее. В Новом Завете, когда Ишуа спросили, да, он сказал, что супружеский завет и секс это дары, которые дал Бог. Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек не разлучает. Здесь не говорится, что мужчина будет сидеть здесь, а женщина будет сидеть здесь, да? А как вы думаете, когда они становятся одной плотью? Да? Когда они вместе, когда они обнимаются, созудятся, занимаются сексом. И это хорошо? И это хорошо. И это очень хорошо и хорошо весьма. Единственное условие это должно быть муж и жена, да? Это не должны быть чужие люди или кто-то со стороны. Хорошо, секс это очень важно. Это дополнительный источник глубоких отношений для двух людей, посвятивших себя друг другу на всю оставшуюся жизнь. Способность иметь детей, секс, верность, отношения на всю жизнь гармонично сочетаются друг с другом. Сексуальность это нечто естественное и хорошее созданное Богом. Она как огонь. Но огонь он может давать тепло, но огонь может обжигать, огонь может привести к гибели, огонь может разрушать. И для того, чтобы огонь был, нужен какой-то сосуд, да? То есть обязательно должен быть сосуд. Пламя горящее без наблюдения и контроль над ним может быть опасным. Тоже можно сказать и о сексе в неправильном контексте. Бог хочет для нас лучшего, поэтому Он оставил нам руководство и заповеди, касающиеся важной стороны нашей жизни. Так как наша сексуальность очень ценна, и она пробуждает очень сильные эмоции, нам необходимо соблюдать Божье руководство, чтобы не причинить боли себе и другим. Вы знаете, в произведении искусства часто воспеваются такие вещи, которые связаны не с сексом, любовью, а с какой? С страстью. Правда? А страсть это неконтролируемая любовь. Неконтролируемая любовь, которая может совершить очень много зла. И совершает. Правда? В этом мире. Итак, сексуальность это не грех. Грех это что? Прелюбодеяние или блуд. Под прелюбодеянием Библии понимается связь между женатым человеком и тем, кто не является его супругом. Итак, прелюбодеяние это связь между женатым человеком и тем, кто не является его супругом. Примеры. Исход 20-14 не прелюбодействуй. Матфея 19-18 не прелюбодействуй. Так? Иакова 2-11 не прелюбодействуй. И вы знаете какое за прелюбодеяние наказание, да? То же самое что за убийство смерти. Это считается три греха которые ведут к смерти. Христиане много там всяких грехов подумали, наворотили, потому что нет еврейской традиции, но у евреев есть конкретно три греха которые ведут к смерти. и которые говорят умри, но не делай. Что же это за три греха? Идола поклонства или хула против Бога, так? Второе это что? Прелюбодеяние и неправильные сексуальные отношения. И третье это убийство, да? Все остальное, если все остальные заповеди могут быть нарушены, если существует опасность для жизни человека. Но эти три заповеди являются основными, да? Поэтому я думаю, когда говорится о том грех смерти, грех не к смерти рассуждает, да? То говорится именно об этих, об этих вещах, а не каких-то других. Конечно, плохо и пьянствовать, плохо еще воровать и так далее, но это не грех к смерти. По крайней мере, по еврейской традиции, да? Но есть три вещи, которые вы должны четко и точно знать. Итак, при любодеянии, когда женатый человек занимается сексом или имеется в них любовная связь с кем-то, кто не является его супругом. А блуд, это тоже разновидность, да? Это когда говорится о сексе между неженатыми людьми. Тогда говорится о блуде, о блуде и при любодеянии. Значит, при любодеянии, это когда женатые. Блуд, это когда неженатые, незамужние. Блуд в Новом Завете используется греческое слово порнея. Порнея. У нас вы знакомы с этим словом как порнография, да? Порнография. Случайный секс, секс с другом, с подругой и так далее. То есть, это все случаи блуда. слово блуд в Новом Завете используется 52 раза. Например, Матфея 15 глава 19-20, 1 Коринфянам 6 глава 18-20, 1 Коринфянам 7 глава 2-9, 1 Фессалайкинсом 4, дробь 3-5. Гигиена сексуальных отношений. Вы знаете, что есть соотношение завета, да? Это священный союз, который между женихом и невестой и становится мужем и женой. И это радость. Правда? Это завет радостный или завет, который налагает только на себя какие-то тяжкие обязательства. Это очень радостный завет. И физическое телесное единение переходит в духовное возвышенное полное единение человеческих душ, слившихся воедино. Вы знаете, что вначале у молодоженов больше преобладают физические, душевные вещи, но со временем, когда уже проходит 30 лет и больше, то физическое оно уменьшается, но душевное, духовное в особенности оно увеличивается все больше и больше. Поэтому любовь она в себе имеет компоненты какие? И физические, сексуальные компоненты, душевные, когда люди нравятся друг другу, да? Но душевная это не только любовь. Люди могут нравиться друг другу по определенным условиям. Если эти условия не соблюдаются, да, любовь заканчивается. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание им. Как только он перестал мучиться, а она ему сострадать, он сделал ее и придушил. Помните эту историю? Правда? Говорится ли это о духовном варианте любви, да? Это душевная, видите? Душевные вещи. Душевные вещи, которые человек не может духом своим контролировать. Но если люди любят друг друга на духовном уровне, да, это самая высшая форма любви. И вы знаете, что результат любви, да, плод любви это что? Дети. Вот наследие Божие, деты, награда, плод, чрева. Псалмы Тегилим 127, дробь 3. Если у вас там в Салмах, может быть, немножко другая нумерация. Вы ищите там плюс-минус один. Я, когда вам говорю по еврейским источникам, нумерация в Салмах точно есть разница, но есть и нумерация также в Торе самой. Потом мы сейчас посмотрим у пророка Осии на перерыве и найдем это все-таки место. Да? 2.19. А я вам как сказал? Вот видите, значит, есть небольшая разница в нумерации. Значит, 2.19. Осии 2.19. Там, где говорится о семи условиях брака. Хорошо. Итак, значит, дети это очень хорошо. Да? Вот. Ну, вы знаете, что Бог сделал так, что может быть и секс отдельно, да? А деторождение отдельно. У некоторых высших животных тоже так. и молодожены часто откладывают выполнение заповедей иметь детей до каких-то благоприятных обстоятельств. Это правильно? Нет. Это неправильно. Я вам говорю, что неразумно относиться к этой заповеди, если возникает вред для женщины. Да, мы потом будем говорить о возможностях применения противозачаточных средств, какие допустимы, какие недопустимы. Я придерживаюсь позиций в этом отношении реформированного иудаизма. Есть люди, которые придерживаются ортодоксального иудаизма, они вам будут другие вещи говорить, да? Но в любом случае, если мы женимся и не хотим иметь детей, является ли это правильным? Ни в коем случае такое не будет правильным. И ни в коем случае мы не должны откладывать это до лучших времен. Вы знаете, никогда не будут такие лучшие времена, которые мы доживем. Поэтому молодым нужно все начинать сразу, как говорится, не отходя от кассы. Правда? Начинать сразу, не отходя от кассы. Вот когда они уже выполнят свой заповедь, тогда они должны думать о других условиях. Хорошо. И дети должны быть желанными. Дети должны быть желанными. Вы знаете, что нежеланный ребенок, он уже рождается под проклятием. Если бывает часто, вот, я думала сделать аборт, я вот тебя родила. И даже если так думает беременная женщина, и так говорит беременная женщина, вы знаете, что это передается плоду. Да, в медицине даже есть такие случаи, когда плод рассасывается. Когда плод рассасывается, потом, чуть попозже. Если говорят, что это нежеланный ребенок, не всегда. Но этим самым проклятием ребенок все слышит, то, что говорят. И ребенок, когда знакомится с отцом, он должен ложить руку и разговаривать, какой ты у меня хороший будешь, какой ты у меня умный, и так далее. Почему он должен ложить руку? Потому что плод не имеет контакта с воздухом, да? Но даже глухие люди слышат, если происходит непосредственно колебание, да? Колебание передается. Вот, то есть всякая супроводская жизнь без детей или не желает детей, это неполноценно. Также плохо, когда единственные дети. Они часто отличаются нервозностью и бывает у них различные комплексы. Либо их делают слишком таким кумиром, и тоже возникают различные проблемы. Хорошо. И надо соблюдать гигиену, гигиену сексуальных отношений. Вы знаете, что в медицинском отношении женщины ортодоксальные еврейские, у них в 20-30 раз меньше различные онкологические заболевания молочной железы, паровых органов и так далее. Почему? Потому что они соблюдают законы сексуальной гигиены. Хорошо, давайте мы сначала познакомимся с терминологией.